Практическая психология Практическая психология У меня дочь сейчас вступает в подростковый период, и понятно, что там будет меняться очень много отношений, да, совершенно другие, еще какие-то вещи. И в этот момент очень хочется понять, насколько она действительно способна охранять свои вот эти самые границы, насколько она их осознает, и что, может быть, мне не удалось ей дать вот за этот период времени. Потому что сами-то мы, на самом деле, люди, вышедшие особенно из Советского Союза, которые не принадлежали себе, а принадлежали даже не семье, а обществу, мне кажется, все практически вышли с нарушенными и слабыми какими-то там не очень гибкими границами. Действительно, нас в прошлом не заставляли, и даже не заставляли нас, не учили, да, оценивать, где наши границы, что. А вот сейчас уже мы можем этому научить наших детей, но научить не пользуясь своим собственным опытом, да, а, наверное, знаниями, которые мы сегодня можем поделиться. Во-первых, хотелось бы, чтобы каждый из нас, слушатели, да, понял, что вот это осознание границ происходит не во взрослой жизни, как это произошло, например, у нас с тобой, да, а во младенчестве. Вот тогда, когда ребенка покормила мама грудью и положила не рядом с собой, а положила в отдельную кроватку, вот тогда уже происходит закладка его психологических и физических границ, потому что без границ жить невозможно. Даже маленькая клетка имеет оболочку, и вот стоит только эту оболочку, границу разрушить, то клетка уже не может функционировать. Вот то же самое происходит с ребенком, когда он маленький еще, лежит в своей колыбельке отдельно, он уже понимает, что он отдельное существо, личность, которая может существовать вне мамы, понимаешь, да? И когда родители очень долгое время укладывают ребенка, ну, например, у мамы не ладятся отношения с папой, но она же не может лишиться такой радости, как полежать вместе со своим младенцем, со своим малышом, да, и она регулярно укладывает ребенка к себе в постель. Она уже изначально воспитывает личность, которая с нарушенными границами. Ну, а далее? Далее, когда наш ребенок растет, когда он развивается, мама же опять-таки может объяснить ему, что есть твои психологические и физические границы. Ну, вот, например, есть такая методика, ей пользуются и за рубежом, и в нашей стране пользуются психологи, но она очень доступна и для родителей. Она называется «Мои ближние круги». Это когда мы ребенка берем, это можно уже с пятилетнего возраста, когда мы берем его, берем бумагу, карандаши и начинаем рисовать круг. Самый первый круг – это маленький круг, это ты сам, твоя личность. Тогда задаем ребенку вопрос «Какая ты личность?» И он говорит «Я веселый, я озорной, я любитель сладкого» и еще чего-то, да? Мы с ним заштриховываем этот кружок под названием «Я личность», но и говорим, что это не просто кружок, это твое тело. Вот смотри, запомни, к твоему телу никто без твоего разрешения прикасаться не может. Никто без твоего разрешения не имеет права тебе причинить боль или какие-то такие переживания. И это ребенок должен осознавать. Следующий круг, который мы рисуем, это круг «семья». Мы ему проговариваем, что это самые-самые близкие люди, которые что? Которые, с которыми ты можешь поделиться, которым ты можешь все рассказать, что ты чувствуешь. Но при этом эти люди тоже не имеют права причинить тебе какую-то боль и на физическом уровне, и на психологическом. И если ты, например, тебе что-то сказали обидное, или если тебя каким-то образом оскорбили, да, то ты можешь вернуть этим людям и маме, и папе, и брату, и сестре все те переживания, которые ты сейчас испытываешь. Например, как? Например, ты можешь сказать «Мне неприятно это слышать», «Мне ты делаешь больно», «Я не хочу, чтобы ты это продолжал делать». Вот тема семьи – это еще и любовь, и уважение, и доверие. То есть ты можешь этим людям доверять, ты их потому что любишь и уважаешь. Но ты уже даже в пятилетнем возрасте можешь требовать уважения и с их стороны. Следующий круг, который мы будем рисовать, это у нас круг «Друзья». Вот здесь как раз в возрасте, когда мы в садик ребенка отводим, они же хотят, что у них очень много друзей, что они их все любят, да. Но мы ребенку объясняем, что дружба, она всегда по каким-то правилам. То есть, да, это всегда моменты «Мне приятно с тобой», «Мне приятно с тобой играть», «Мне приятно с тобой общаться», да. Но это определенный процесс, который должен быть обоюдным. То есть я не могу заставить, например, Машеньку дружить с Сашенькой, да, потому что Машеньке неинтересен этот Саша. И поэтому мы ребенку проговариваем, что вот ровно настолько, насколько тебе комфортно с этим человеком, насколько тебе с ним интересно, вот именно настолько ты можешь с ним общаться. Но как только, например, он начинает тебя обижать, там, да, колотить, кусать, царапать, там, да, или там… Говорить гадости. Говорить какие-то гадости. Ты можешь сразу же дистанционироваться от этого человека, ты можешь сразу же уйти, да, из этой игры, если тебя что-то не устраивает. Ты имеешь на это полное право. И очень часто, когда вот мы просто закрашиваем вот эти кружки, что вот это твое тело, это ты, вот это семья, вот это друзья, мы прямо проговариваем целые игры. А вот представь, что в этой ситуации как бы ты себя повел, да, и ребенок уже сам в зависимости от возраста, это ведь можно было и в начальном классе, да, в начальном жизни с ребенком разговаривать, он в зависимости от возраста уже предлагает свои варианты развития того или иного события. Следующий круг – это у нас знакомые. Что тут особенность какая, да? И как их не перепутать с друзьями. Да, друзья и знакомые. Друзья – это те, с которыми ты много проводишь времени, это те, с которыми тебе интересно, это когда у тебя что-то есть общее. Общие игрушки, общие интересы, общее какое-то, может быть, времяпрепровождение, да, и тебе доставляет это действительно удовольствие. А вот знакомые – это будут ребята во дворе, это периодически, например, если ребенок ходит в какие-то секции, в какие-то кружки, да, ведь ты уже просто знакомым, не можешь рассказать о своих личных переживаниях. Тебе этого не надо делать, даже если тебя об этом просят. Да, знакомые – это те, кто периодически появляются в твоей жизни, и они могут просто быть фоном. И вот тут надо очень четко, чтобы ребенок понимал, что знакомые, они чаще всего не должны быть вхожи в его дом, в его семью, понимаешь, да? То есть когда ребенок говорит, а как я отличу Петю, который во дворе, от, например, там, Саши, который все время, да? И вот мы говорим, что твоих друзей чаще всего знают родители. Они знают их по именам, они знают у твоих друзей родителей, да? А знакомых родители могут не знать. И поэтому знакомых не надо приводить к себе домой, не надо им рассказывать все свои там какие-то внутренние переживания, тайны, секреты, еще что-то, да? Это все-таки знакомые. Ну и следующий круг, который тоже дети, они так говорят, о, а чего нам бояться здесь, незнакомцы, да? Вроде бы незнакомый человек, это не значит, что это опасность. Но тем не менее мы с вами должны четко дать понять ребенку, что незнакомый человек, он незнаком тебе. И поэтому уж точно он не имеет права прикасаться к твоему телу, он точно не имеет права каким-либо образом тебя оскорблять, обижать, и ты ему не можешь доверяться ни при каких условиях. И вот тут мы начинаем с ребенком проигрывать. А вот, например, ты вышел на улицу, и ты заблудился. Каким образом ты... Вроде бы незнакомцы, мы же их только что предупредили, что это нельзя. Каким образом ты можешь, сохранив себя, тем не менее обратиться к этому самому незнакомцу, да? И к кому ты будешь обращаться, например, к женщине, к мужчине, там, да? Или, например, к человеку. Я вот еще пропустила, когда мы обязательно с ребенком проговариваем, что есть определенные люди, которые принадлежат по профессии. Например, ребенок спрашивает, ну ведь когда я прихожу на прием к врачу, меня врач трогает? Меня врач спрашивает, что ты чувствуешь? А он может быть незнакомым. Да, а он может быть незнакомым. И тут мы говорим, что у нас есть такая категория людей, которые в формах, да, у них есть отличительные особенности, которые тебе всегда помогут. В формах, в смысле, спецодежда. В формах, спецодежда, да. Это врач, это милиционер, это пожарный. Эти люди, например, пожарный, вынося ребенка из пожара, он имеет право его взять на руки, понимаете? Да, по-другому быть не может. Врач может к тебе прикоснуться, да, и, например, может даже тебя побронить, если ты не принимаешь лишь в больнице и не принимаешь лекарства, да? То есть он может дать какую-то определенную оценку, объяснить тебе, почему он тебя сейчас в данный момент... Не поощряет, не одобряет. Да, не одобряет, да-да-да. Вот именно таким образом вы, разговаривая со своей дочкой, можете понять, да, дать ей понять, что же такое мои границы, мои, и даже проговорить. Вот, например... А не поздно это уже, когда подростковый период? Не поздно, не поздно, потому что, вот, в принципе, вот скажи, а ты до подросткового периода с ней эти вещи проговаривала? Ну, ты знаешь, элементарное, наверное, не системно. Не так, чтобы мы сели, прямо рисовали вот эту вот схему и закрашивали кружочки, и проговаривали, но я, конечно, заметила, что в школе пытаются, в начальной школе, на уроках окружающего мира, давать такие вещи. Я вижу правила поведения, которые... Я тебе даже скажу больше того. Я тут зашла в планшет своей дочери и в ужасе увидела закладку, которую она открыла, потому что на закладке было, куда позвонить, если тебя обижают. Да. Я была в шоке, на самом деле, если тревожная ситуация, у тебя что-то случилось страшное. И я вижу, что там описания всякие разные были. Я думаю, что же это такое? И тут я вспоминаю, что это задание на окружающий мир, потому что она мне рассказывала, куда надо звонить, если пожар... Я очень испугалась. Я подумала, что что-то случилось, чего я не знаю. И она ищет помощи в интернете. Ну, кстати, такое тоже бывает, да, потому что родители часто просто так сильно заняты работой или своей личной жизнью, что ребёнку приходится найти эту самую помощь, например, опять-таки, у этих незнакомцев, да, но это тоже должно быть всё проговорено. Вот сейчас я знаю, что, например, на основах на ОБЖ, да, предмете... Безопасного образа жизни. Да, образа жизни. Сейчас ребята знают об этом, да, о очень многих явлениях. Например, как их учат прямо на этом же уроке, как говорить нет, потому что вот нас с тобой, Света, это мы не учили в школе, понимаешь, да? И у нас вот сейчас... У нас решение-то, собственно, не особенно учили принимать. Мы должны были принимать решения, которые за нас уже приняты. Приняты, да. Поэтому я думаю, что нашим детям в этом случае повезло намного больше, и у них есть шанс вырасти в более здоровые психологические личности. Ну, мы тоже не очень больные психологические личности. Мы жили... Надо понимать, что мы жили всё-таки в другой среде, и решения, которые нам озвучивались, и правила поведения были приняты во всём обществе, и мы понимали, как будут поступать, скорее всего, наши соседи, знакомые и незнакомые в тех же самых ситуациях, да? Потому что над всем главе это стало определенное дело. И очень многие родители, вот которые, да, из Советского Союза, они говорят, да проще раньше жилось. Проще. А сейчас получается, что всё, что ты нажил, всё, что каким образом ты нажил, да, свой собственный опыт, это твой опыт, и он тебе даётся иногда, бывает, очень большой ценой. Ситуация, конечно, очень сильно изменилась, потому что, когда твой ребёнок гулял на улице, мы с тобой гуляли на улице, мамы знали, что присматривает соседка тётя Маша, а если мы пошли есть, то пошли к тёте Даше, там, например, да, и что если что-то случится, то обязательно кто-то нам поможет, позвонит, привезёт и прочее, чего, к сожалению, не случается сейчас. И надо осознавать эту реальность, уже давно пора понять, что кругом опасности. А мы, к сожалению, не всегда готовы научить ребёнка вот этому пониманию своего кокона, о котором ты говоришь. Вот это моя оболочка, и в эту мою оболочку никто проникнуть не может. А если кто-то пытается делом или словом это сделать, то это всё должно просто отскакивать от нас, да? Ну да, или опять-таки в приемлемой в какой-то форме, да, останавливать. То есть вот этому тоже можно научить. Когда мы ребёнку объясняем, что ты можешь это сказать своими словами, и ровно настолько, насколько ты это чувствуешь. Вообще нарушение границ, мы, наверное, это ощущаем прежде всего на эмоциональном уровне, да? Вот, например, когда последний раз нарушили твои границы в споре? Ой, всё время нарушают мои границы. Ну, как ты это ощущаешь? Я ощущаю это недовольством каким-то собственным. Внутренним, да, вот там где-то... Внутренним, да, неприятным ощущением. Раздражением, гневливостью даже, если это повторяется слишком часто от одного человека, например. Всё правильно. Да, да, а ещё сразу же испорчено настроение, да? Мне некомфортно. Некомфортно, да. Вот это как раз те самые признаки, что твои границы нарушают. Но очень интересно, для кого-то это, знаешь, уже становится нормой. Я привык к тому, что их нарушают постоянно. А кто-то вдруг осознаёт это и начинает работать, да? Вообще вот хочу, чтобы мы сейчас с тобой разобрались, какие вообще границы бывают. Да, вот несколько типов личных границ, мягкие, например. Да, это когда человек приходит, да, и он тут же сливается с другими. Да, то есть вот, да, ты можешь взять мою чашку, ты можешь взять там мою ложку, ты можешь сесть на этот стул, да вообще ты взял мою сумку, переставил куда-то туда. Да, я никак на это не реагирую, всё, да, я полностью, ты делаешь то, что ты считаешь нужным. У меня вот такие мягкие границы, да. Губчатые, это когда ты впитываешь всё чужое. То есть получается, что люди, ты до того не уверена в себе, что ты не имеешь права голоса. Да, мебель, можно сказать так. Понимаешь, раз, ну вот тебе сказали сегодня так, ты сидишь вот на этом стуле, говоришь вот в этот микрофон, а тебе не хочется сидеть на этом стуле. Ты вообще хотела вот сюда присесть, понимаешь, да. Дальше, у нас есть такие жёсткие границы. Вот эти жёсткие границы, они вроде бы с одной стороны такие, хорошо, ну, значит, человек ощущает их, да, но в то же время ты сталкивалась с такими людьми. Это когда, знаешь, вот он не то что там, не смей брать мою ручку, так, отдай мне сейчас же её, ну ты же, ну я только тут сейчас написать, нет. Так, куда ты повесила пальто, так, в чём дело, да. То есть человек, с таким человеком тебе будет некомфортно. Вот люди с такими жёсткими границами, они зато умеют нарушать твои границы просто на все 100%, да. И гибкие границы. Это, знаешь, когда в зависимости от ситуации. Вот я иногда с клиентом могу, да, работать в жёстких границах, а иногда я могу быть вот совсем мягкой, да, в зависимости от того, что это за человек, что это за ситуация, в зависимости от того, каким образом я могу ему оказать психологическую преимущество. Ну, кстати, хороший вопрос. Часто ли психологи нарушают границы человека, клиента, который к ним приходит? Ну, прежде всего мы не должны этого делать, да. Но есть такие моменты, когда клиент приходит, и он пытается нарушить каким-то образом твои границы. И вот ты должна чётко дать определение, да, что вот это, это не нарушается. Есть определённые договорённости. Конечно, бывает такое в практике, когда психолог вроде бы работает, да, а клиент, когда он уже чувствует эти границы, он говорит, вы нарушаете мои границы. И вот тогда садишься и разбираешь, каким образом ты это нарушаешь. И не является ли это терапевтическим эффектом. Я напоминаю, что это программа «Практическая психология». И здесь в студии сегодня я, Светлана Занько и Надежда Бушмелева, автор программы «Практикующий психолог». Мы говорим о границах, которые мы сами себе должны установить, а не кто-то нам, вероятно, да? Да, конечно. Чтобы осознать свои собственные границы, иногда приходится трудиться. Особенно, когда это происходит, когда ты взаимодействуешь не сам с собой, а с окружающими людьми, будь то на работе, или когда ты человек, который входит, например, в семейные отношения. На работе. Вот мне вот сейчас интересно, когда приходит кто-то новенький, каким образом в вашем коллективе, например, определяется, что можно, что нельзя, проговаривается ли это? Или же ни в коем случае, это уже он сам методом проб и ошибок понимает, что с тобой можно, например, на «ты», а вот с этим человеком только на «вы». Кажется, в любом здоровом коллективе необходимо на берегу договариваться, да, и тогда все понимают, по каким правилам они действуют. А дальше можно уже и гибкость проявить. Хорошо. А если, например, ты решила вступить в отношения уже мужчины и женщины, да, то вот здесь. Всегда ли ты договаривалась на берегу с мужчиной о своих границах? Ой, какой-то мне вопрос сейчас задала. Надо вспомнить. Но это тоже необходимо. Понимаешь, да? Ну, я могу сказать, что я, конечно, не очень гибкая во взаимоотношениях с мужчиной. Просто дело в том, что, Света, именно от того, как ты чувствуешь свои собственные границы, во многом будет складываться и ваша семейная жизнь. Да, я, естественно, ответила, чтобы навести нас на следующий этап, конечно же, потому что я прекрасно понимаю, что вот эти слабо очерченные, если вообще очерченные границы в детском возрасте, в подростковом и в юношеском, они приводят к очень серьёзным последствиям, конечно. Действительно, потому что, например, случай из практики, когда девушка-студентка хочет выйти замуж, родители ждут, не дождутся, когда она выйдет замуж. И у неё вроде бы много-много-много кавалеров, из которых она может выбрать себе достойного принца. Она говорит, я не могу справиться с собой. Каждый раз, когда я попью с кем-нибудь чай или кофе, я уже чувствую себя обязанным этому человеку. Это опять-таки про нарушение границ. Понимаешь, да? А что делать, когда, например, женщина выйдет замуж, да, она вдруг понимает, хотя вроде бы из абсолютно здоровой, хорошей семьи, ей муж берёт и запрещает сначала встречаться с подругами. Он говорит, какие подруги? Ты теперь замужняя? Потом он запрещает ей ходить куда-либо на праздники, да, какие-то праведники. Она слушает его, главное, да, она слушает, она действует так, как он ей говорит. Да, потому что, ну, всё-таки она же, это же её выбор, она же выбрала этого человека себе в мужья, да. А предварительно можно было договориться, но не пришло в ум, да. Любишь, терпи. Да, да, такая психология. В итоге получается, что мужчина понимает всё, она в роли жертвы. Вот здесь я могу на неё влиять, вот здесь ещё, да, теперь я хочу, чтобы ты жила для меня, только для меня. Потом, если появились дети, только для детей, да, где она, эта личность? Она уже растворилась и в муже, и в семье, и в детях. Скажи, пожалуйста, вот о людей с такими нечёткими или отсутствующими границами, которых ты называешь жертвами, да, потому что они по неволе, наверное, становятся жертвами, они видны, они чувствуются теми, кто любят использовать, что называется, повампирить на таких. Да, конечно, потому что, смотри, сначала происходит психологическое насилие, да, а потом уже часто происходит физическое насилие, и оно происходит агрессором в отношении жертвы. Конечно же, мы сейчас не будем говорить, что это какой-то гендерный, да, например, я знаю много семей, да, у меня было на практике, когда агрессором выступала женщина, а муж был в роли жертвы, да, но это опять-таки про границы, да, то есть мужчина не очертил или женщина не очертила свои границы, она не смогла их отстоять в какой-то период. А что особенно есть, да, вот стоит только какому-то, ну, любому одному человеку каким-либо образом прикоснуться или нарушить твои границы, или понять, что у тебя нет этих границ, то человек из раза в раз будет это делать, да, это связано и с детьми. Например, я просто пример приведу тебе. Ты идёшь по улице со своим ребёнком, да, и тут ты встречаешь знакомую и хочешь с ней переговорить. Ты разговариваешь, разговариваешь, а ребёнок всё время тебя перебивает и перебивает, да, он всё время нарушает твои границы. Что нужно было сделать? Просто однажды, когда это впервые случилось, ты должна была глаза в глаза с ребёнком проговорить, что это неприемлемо. Если мама встретилась с кем-либо или мама разговаривает по телефону, то в это время она не имеет права тебя перебивать. Так будет это правило. Ты очертила границы. И ребёнок уже, осознавая это, он уже не будет нарушать твои границы и границы чужих людей, которых он потом в следующем жизни будет встречать и видеть, что они, например, в это время общаются. Ну, в этой ситуации ведь ребёнку тоже понятнее, потому что когда мама говорит, почему ты не можешь ко мне сейчас обращаться и перебивать, у него не возникает вопрос или сомнение в том, что принимает ли его мама, да, почему она не хочет меня слушать, сам или я важный для неё человек и прочее. То есть правила игры нужно проговаривать до конца. До конца, обязательно. И в то же время, да, мы всегда говорим ребёнку о том, что и ты имеешь право, например, если ты сейчас чем-то занят очень сильно, да, а мама решила позвать тебя там, да, иди ужинать, то он может ей ответить, мама, дай мне ещё пять минут, и я закончу рисунок, и я приду и поужинаю, да. И уже основания для конфликта в этих отношениях, в этой семье нету. Понимаешь, да? Поэтому вот это «иди немедленно», я тебе сказала, да, это вот опять-таки про нарушение границ. Лучше сказать, иди быстрее, а то кашка остынет. Ну, опять-таки, тут моменты такие манипуляционные бывают, да. Смотри, мама значимый человек для ребёнка, да, и иногда уже ребёнку 45 лет мама звонит и спрашивает, чем ты сына занимаешься? А он говорит, мама, я сижу на горшке. Да. Ты понимаешь, да? Есть такие, да. А вот это вот хорошая, кстати, вещь. Вот мама-манипуляторы. Я не знаю, есть ли папа-манипуляторы. Наверное, что есть. Да, ну, то есть мы знаем множество, наверное, своих знакомых, которые с мамами настолько привязаны, что они, ну, вот никуда не уходят от них, что называется, сидит под юбкой, да, есть такое выражение, или там цепляется за мамину юбку, вот я не знаю. А кто здесь виноват на самом деле? Сам ребёнок, которому уже 30-40 лет, а он всё ещё с мамой и не построил собственное пространство, и собственный семейный кокон вот этот не построил? Или мамы всё-таки так привязывают? Вот смотри, тут такая тонкая... И что с границами здесь? Да, да, да. Тут такая очень тонкая грань, Света, да. Дело в том, что если тебе уже 45 лет, то виноват в этом ты. Уже. Конечно. К 45 лет. Да, да, да. А вот если ты пока ещё в поле мамы, вот, да, в подростковом периоде, и ты вот это осознаёшь, что ну вот всё, да, то тогда тут ещё вопросы к маме будут. Но мне кажется, темой прекрасна личность, да, которая растёт и развивается, что она вовремя может осознать, боже мой, мне там 20 лет, и я до сих пор там вот под этой маминой юбкой. Время пришло сепараться, то есть, да, я готов отделиться, я готов выбрать свой собственный путь и идти. Я понимаю, что я должен набить эти шишки, обрести какой-то опыт, да, но я... А кому-то ведь удобно до 45, да, по желанию, что мама сказала, мама сделала, потом я ещё могу выбрать себе жену подобную маме, да, то вообще мне зачем что-либо решать в этой жизни. Это выбор личности, да, но опять-таки это про те самые осознания, а насколько я личность, насколько, где мне эти мои границы. Ну вот просто ту схему, которую мы нарисовали в самом начале программы, да, вот по этим круги, да, от ближнего до дальнего. Недостаточно дать один раз сесть, порисовать, объяснить и сказать, ты понял, поняла, ну иди, значит, сынок или дочка в мир. Надо понимать, что мы их формируем в течение всего времени, пока ребёнок не покинул, наверное, родовое гнездо, а может быть и дольше. Но вот вопрос на самом деле покидания и насколько вот уже готов человек выйти в этот мир, он начинается с того, что ты сказала, начиная от своей кроватки отдельной и заканчивая своей собственной территорией, когда ты живёшь не на половицах, извини меня, родителей, да, потому что ты до сих пор, если ты живёшь на этих половицах, то ты до сих пор будешь ребёнком, ходящим вот по этим самым, по этому самому полу, да. А когда ты принимаешь решение, что я отдельная личность и я имею право жить на отдельной территории, будь это съёмная квартира, тем более, я всегда говорю, вот эти границы, они ведь важны не только для личности, они даже важны для семьи, если вы, например, знаешь, как часто бывает такое, не заладилась семейная жизнь, потому что мы жили там со свекровью или со свёкром, да, так если вы создали свою семью, так вы тогда умудритесь, пожалуйста, пусть это будет съёмная квартира, ещё что-то, да, там, но это вот ваши территории, здесь вы живёте по вашим правилам, которые вы проговариваете. Конечно, очень трудно жить с родителями, да, потому что они на вас всегда будут смотреть исключительно, как на ребёнка, сколько бы вам лет не было. И вот здесь ещё тоже, опять-таки, моменты, да, когда-то я сейчас сказала про родительское гнездо, вот, есть в природе такой способ, это у орлов, да, то есть если орёл, маленький птенец очень долго сидит, а ему пора уже расправлять крылья, что делают родители? Они просто берут и выбрасывают его, понимаете, да? И вот этот момент выбрасывания, да, всегда говорят, как ты могла отправить своего ребёнка, там, у тебя трёхкомнатная квартира, а ты его заставила, там, снять где-то однокомнатную квартиру, как ты могла, что ты за мать такая? А мама всё правильно сделала. Она очертила свои границы, потому что она должна, да, жить, существовать дальше. И она этим самым способом, вот этим самым движением, она даёт понять, что всё, твоё время пришло, теперь ты проживаешь свой собственный путь, по своему собственному сценарию, и я только, как взрослая личность, могу тебе иногда помочь, если ты это попросишь. Кстати, по поводу, вот, хотелось бы мне сказать про признаки, вот про слабые границы, да, какие есть признаки, прямо можно, я зачитаю, да? Да, это можно, только я вот прямо на этой минуте про признаки слабых границ должна сказать, что в короткой версии программы, которую вы слушаете по вторникам, в 2 часа дня, мы здесь поставим точку, и вы сможете послушать эту программу либо в субботу, в повторе в 23.00, либо на сайте эхокирова.ру. Итак, хотели мы с тобой поговорить о признаках нарушения или о слабости границ, да? Вот смотри, что это за люди такие? Вот сейчас я буду зачитывать, и может, кто-то себя из слушателей узнает и скажет, о, это про меня. Итак, такие личности с трудом определяют то, что им принадлежит, да, и что принадлежит другим. Вот знаешь, просто пример из жизни, да, сделаю. Вот поехали мы с подругами в то время еще, да, в Египет, где было включено. Да в какой то? Где было все включено. Где было все включено. В те времена, когда еще ездили в Египет, там было все включено. Да-да-да-да, и все было спокойно. Значит, и три подруги, да, ну и я. И вот одна подруга, например, придет и там берет тарелочку и набирает там первое, второе, третье, там десертика. Как нормальный русский человек. Да, да, в тарелочку, да. А вторая подруга даже не заморачивается. Она вообще сидит, взяла себе кофе, да, она знает, что сейчас девочке принесут еду, и она обязательно вот со всех тарелок вот понемножку покусочничает. Есть такая привычка, кстати. Понимаешь, да? И для нее, у нее размытые границы, для нее это вообще не проблема. Может быть, они так дома поступают, да? Да, да. И для нее это, ну, не что-то из ряда вон выходящее. А другие-то девушки не знали, что у нее есть такая привычка. И вот, пожалуйста, тебе конфликт. Она говорит, как ты смеешь взять, что еду с моей тарелки. Почему ты не можешь встать сама и пойти, да? Вот потому что вот у этой девушки, да, очень слабые границы, и она не знает, что принадлежит ей, и ей кажется, что все, что тут лежит на этом столе, принадлежит ей. Понимаешь, да? Вот эти моменты надо тоже отслеживать. И если тебе это не нравится, ты можешь или у тебя там чувство недовольства внутри будет зарождаться, и ты будешь это все носить, весь оставшийся отпуск. Или же ты сразу же сказал, так, все, из моей тарелки, пожалуйста, быстро убрали все руки, и никто не лазит в мою тарелку, да? И все, никаких вопросов. После этого девушка уже сама себя обслуживает. Следующее, это когда человек боится показать свое истинное я. Вот знаешь, вот особенно это часто бывают такие вот серые-серые мышки. Вот знаешь, я вот такая вся такая неприметная, да? А вот внутри меня вроде бы что-то другое живет. Но вот я живу с этим чувством неудовлетворенности, потому что во мне всегда видят вот эту серую самую мышь, да? А на самом-то деле я там королейшая. Анжелин, Анжелин. Да, да, да. Значит, такие люди, они с трудом говорят нет. Вот, вот, Свет, ты сделай, пожалуйста, вот за меня вот это, это, это. Да, а ты вроде бы... Ну, подождите чуть-чуть, я сделаю позже сейчас, да? Я вот сделаю свою работу и обязательно посмотрю вот по-моему тебе. Да, да, а ты же можешь сказать, нет, ребята, у меня сегодня семья, кино, дети и все остальное, и вот это, пожалуйста, ваша работа, да? Здоровая личность, так бы и сказала. Понимаешь, вот именно здоровыми такими границами, да? Ну, это не значит, что если тебя просит коллега, например, о взаимопомощи какой-то и не мотивирует, почему он просит, ты не пойдёшь ему навстречу, правда же? Конечно. Не мотивированные, я бы сказала, обращения должно быть отсечено сразу. Да, иначе получается, что тебя просто используют, да? И вот это, сколько бы, да, я, например, встречала своих коллег, которые потом плачут после бокала шампанского о том, что они непризнанные гении, их всё время используют, да? Вот это опять-таки про границы. Это если сейчас про коллег-журналистов, господи, шли? Не обязательно. Любых коллег. Любых коллег, да. Дальше. А вот, кстати, извини, пожалуйста, сейчас небольшое лирическое отступление. Что касается творческих людей, они же всегда такие чувствительные. Они могут быть с гибкими границами, или они просто вот профессия сама, она подразумевает, что у тебя они какие-то там размытые, мягкие, губчатые или ещё какие-нибудь? Нет, мне кажется, что это зависит от личности, только от личности. Независимо от того, творческая ты, не творческая, да? Например, иногда, когда я тебе уже приводила пример, да, ты ведь можешь, например, в этот же коллектив, ты творческая личность, но войти, и у тебя будут жёсткие границы. Со своими границами. Со своими границами, да. А можешь сегодня у тебя вот такое состояние, да, когда ты можешь себе позволить, например, да, чтобы, ну, давайте я вот, например, когда проходишь личную терапию, да, то ты вот как раз отсматриваешь прямо, да, вот эти все моменты, когда у тебя кто-то нарушает, пытается нарушить твою границу. Или наоборот, когда ты пытаешься вторгнуться, да, на территорию другой личности и посмотреть со стороны, а как она сейчас тебе сдаст сдачу или насколько позволит близко подойти? Есть. Да, творческие люди даже в этом креативны, я бы так сказала, да. Дальше, что мы с тобой говорим про слабости границ, да, это когда человек, например, говорит о том, что я... Вообще всё не в моих руках. Моё счастье зависит от кого-то. Понимаешь, да? Я не только, да, у меня слабая граница, но я ещё и перекладываю за своё счастье ответственность, например, на твои плечи. Вот ты меня осчастливила, разрешила мне сделать программу на нашей радиостанции. Практическая психология напоминает программу. Вот, и всё. А вот если бы нет, то была бы я глубоко несчастна, понимаешь, специалистом, может быть. Страдала бы, да. Ну что, например, люди, которые позволяют плохо относиться к другим людям, да, при этом, я бы так сказала, я к тебе плохо отношусь не потому, что ты плохой человек, а потому что я так ко всем плохо отношусь, понимаешь, да? Вот это тоже вот состояние, когда вот у меня слабая граница, потому что я трезвая, ну, трезво, да, здоровая личность, она будет в зависимости от ситуации так и относиться к человеку. Ну, давай больше, наверное, не будем, да, там их очень много перечислений, и я это обязательно на страничке в Фейсбук свой выложу, да. То есть эти личности не умеют хранить секреты, эти личности, ну, потому что тебе доверили тайну, да, а у тебя нет границ, на рации выпало сразу же, да, коллеги, соседки, ещё кому-то. Они бывают очень застенчивые, эти люди. Поэтому если сейчас это про вас, то давайте срочно укрепляйте свои границы. Ну, знаешь, вот я на один бы пункт всё-таки обратила внимание. Какой? Который нас точно никогда не учат такие вещи проворачивать, что называется. Это разрывать связи, которые не приносят тебе удовлетворения и пользы, а наоборот, которые тянут из тебя силы, да. И вот эти вещи, вот это чувство постоянной ответственности за кого-то, кого ты когда-то там приручил, там, да, как тебе кажется, или тебя приручили. С примером, да, девушки, о которой ты говоришь, начинает вот такой катастрофической ситуации, когда попила с кем-то кофе, уже обязанно себя чувствуешь. И заканчивая ситуацией, когда ты с кем-то был в отношениях, и у тебя эти отношения уже совершенно ни к чему, и ты даже, может быть, вышел из этих отношений физически, но психологически ты всё равно ещё тянешь и тянешь, помогаешь, тебе звонят, ты вроде должен помочь и прочее. Вот мне кажется, это очень распространённые ситуации. И порвать категорически эту связь бывает очень сложно, мне кажется, таким людям. Тут надо ещё смотреть, а какие же вторичные выгоды получаешь от этого ты? Может быть, ты, когда разорвала эти отношения, осталась с чувством вины? Может быть, ты себя винишь за то, что эти отношения... А что, чувство вины – это выгода? Ну, для кого-то, да? Для кого-то, да. Кто-то упивает с этим состоянием? Да, смотри, она ушла от меня, она ушла из этих отношений, да. И теперь я считаю, что она виновата, потому что она поставила последнюю точку. И я могу использовать всё время. Я всё время нарушать буду твои границы, да. Ну, например, вот есть такие примеры, когда женщина вышла из брака, а бывший муж может позвонить в 12 часов ночи, хотя у неё там уже дети, а другого мужа, она уже счастлива в другом браке. Он может позвонить и сказать, всё, мне срочно нужна твоя помощь, иначе я там погибаю, да. И вот, в принципе, да, позиция здоровой личности у тебя есть родные, близкие, да. Ты можешь обратиться к ним, а я всего лишь, да, твоя бывшая жена. Понимаешь, да? Поэтому ты, очерчивая эти границы, во-первых, их очерчиваешь не только для того, чтобы сохранить себя как личность, да, но ты ещё ведь очерчиваешь эти границы для того, чтобы сохранить свою семью. Какому мужу понравится, что, например, в 12 часов ночи звонит твой бывший, да? Потом, почему ты должна срываться и помогать этому человеку? Ну, то есть, почему ты, у тебя есть чувство долга к этому человеку? На эти вопросы тебе обязательно будет... Да, на чём это всё построено. Да, на чём это всё построено. Или же манипулятор, то есть, да, но ты же мне обещала, что ты будешь меня любить, там, до гроба, да? Но вот быстро это время закончилось, и случилось так, что вы расстались по каким-либо причинам. А он, тем не менее, постоянно, да, тебе напоминает о том, как нам было когда-то давно с тобой хорошо. И вот тут ты ответь себе на вопрос, ну, это же было, это уже в прошлом, да? Это никакого отношения к моему настоящему не имеет. Вот эта привычка жить прошлым, она всегда патологична. Да, 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 потому что из прошлого ты можешь взять воспоминания, да? И их, конечно, ты будешь вспоминать в те мгновения, когда тебе это нужно, а не тогда, когда нужно это какому-то другому человеку. Пусть это будет такой, знаешь, здоровый эгоизм, да, для сохранения своих собственных границ. Да, надо всегда понимать, когда ты прерываешь патологическую связь, ты приносишь, если уж ты такой ответственный человек, то ты приносишь пользу не только себе, но и тому человеку, связь, которым ты рвёшь окончательно. Конечно, потому что это и называется, да, взрослые отношения. А иначе у нас было бы всё совсем не так. Да. Хорошо. Ну что? Скажи, пожалуйста, мы с тобой сейчас поговорили о том, что детям обязательно нужно помогать, и помогают в этом прежде всего взрослые, ближний круг, что называется, родственники. Мы всё время говорим о мамах, но очень часто эту роль вовсе не мама, конечно, исполняет. Это может быть и бабушка мудрая, это может быть и папа. Папы тоже разные бывают, надо сказать, да? Да. Ну, то есть, обычно всё-таки это самый близкий человек. Чаще всего, да. Если ещё раз пройти с детского возраста, если мы говорим о подростковом и юношеском периоде, то тут вполне можно обратиться уже, на самом деле, к специалисту, потому что восприятие родительских слов, оно здесь несколько, мне кажется, ослабевает. Другой оттенок имеет. Другой оттенок имеет. Да, и тут ещё, как будут родители об этом говорить, да? Если родители будут, опять-таки, говорить с ребёнком. У меня есть жизненный опыт, ты прислушайся к моему совету, то мы уже с тобой, да, прекрасно понимаем, что иногда родители со своими советами, они такие, опять-таки, нарушают наши с вами границы, да? Вон, смотри, например, тебе... Но в какой-то момент, даже если ты очень мудрый родитель, или ты хочешь выйти со своей, значит, вот этой вот истории о границах, да, о чём бы то ни было, ну, вот есть какой-то период всё-таки, наверное, ты мне как специалист скажешь. Вот мне тут друзья сказали, что 13 лет сыну исполнилось, и хоть там кол на голове чешешь, что называется, он не слышит. А есть такое свойство вообще, это у человеческой психики, да, что нам иногда мы легко обесцениваем слова близких людей, и мы начинаем прислушиваться к людям, к мнению чужого человека. Особенно это свойственно вот именно в подростковом периоде. Поэтому, если у вас есть, например, специалист, психолог, педагог, который имеет хорошее образование, да, и который может очень доступно и понятно объяснить ребёнку вот про эти самые границы, да, про твоё осознание, про твоё право и умение, ведь есть даже, знаешь, такие сейчас, я знаю, в центрах проводятся тренинги для подростков, например, как правильно сказать нет, да, потому что сейчас, например, могут там предлагать спайсы, ещё какие-то наркотики, покурить этим же самым подросткам, да. И о чём речь? Ребёнок попадает в эту историю, как я говорю, влип в эту историю, только потому что вот, да, он не умел сказать нет, отказаться. Я не буду, да, сейчас это делать. И каким образом выйти из этой ситуации? Как сделать так, чтобы, потому что тут же ещё присоединяется страх, там, да, сейчас меня подростки, как бы, да, там, ровесники засмеют, оскорбят, унизят, да, и я вот буду изо всех сил отыгрывать не свою собственную роль, понимаешь? Поэтому если есть такие специалисты, то, конечно, лучше обратиться к ним. Но они есть. Конечно. Мы понимаем, что они есть, и в подростковом возрасте вполне можно своего ребёнка направить к специалисту, и он тебе ещё потом спасибо скажет. Вот, а когда ты уже взрослый человек, и ты жертва, в общем, своего воспитания какого-то, да, и потом добавил сам себе ещё историй, вот на этой-то стадии, когда тебе уже там 25-30, 35 лет, есть ещё смысл за себя бороться? Конечно, есть. Бороться нужно до последнего, да. Вот знаю, что очень многие люди сейчас грамотные, современные, читают много литературы, которая, да, легко тебя вводит в эту тему, и ты начинаешь отслеживать вот это состояние осознанности. Ты начинаешь отслеживать, ага, вот только что здесь сейчас, например, директор там или начальник, да, пытался меня там каким-либо образом прессинговать там, да. Например, он там прижимал меня к стенке в буквальном смысле слова и говорил, если ты это не сделаешь, то тогда, и вот это тогда, да. И каким образом ты можешь, ты отслеживаешь, во-первых, свою эмоцию сразу же, вот это чувство неудовлетворённости, чувство какого-то дискомфорта, чувство, что догори всё с ним пламенем, да. И дальше ты или по старой схеме смолчала, вот там, да, там расстроилась, и у тебя весь день пошёл, да, или же ты тут же, не боясь ничего, объясняешь. Знаете, я это сделаю, когда я выполню вот это, это и это, поручение, которое вы мне дали ещё вчера, там, да. И человек понимает, так, ага, я сейчас чётко построила свои границы, я объяснила, почему я не сделаю это немедленно, и мы опять-таки дали понять человеку, что в следующий раз ты со мной уже так, таким образом не имеешь права разговаривать, в следующий раз я не позволю тебе себя так вести. Ну что, мы проговорили всё, или у нас есть ещё? Потому что есть время, слава богу, у нас редко остаётся время, поэтому... Можно чуть-чуть, да, ещё? Да, вот я не зря же тебя навела на вот этот вопрос, что с собой делать, когда ты уже взрослый, а весе не имеешь толстой слоновей кожи, что называется, да, и к тебе каждый пробивается, кому надо, кому, и кого нужно пускать, и кого не нужно. И какие, может быть, приёмы ты посоветуешь людям использовать? Вот я хочу сейчас прямо, да, сказать, как мы можем проявить свои границы перед другими людьми. Значит, первое, при помощи речи выразить то, что мы хотим. Вот, знаешь, вот это на самом деле сложный очень вопрос, потому что часто, да, мы даже взрослые не знаем, чего мы хотим. И вот если ты однажды нашла себе время ответить на эти вопросы, да, если вот в буквальном смысле слова тебя, например, ведут, там, говорят, всё, ты сейчас будешь заниматься вот этим, да, пример приведу из практики, девушке уже, там, 30 лет, она работает, там, бухгалтером. Она работает бухгалтером, она говорит, я всё, я просто не могу больше, я сыта по горло этой бухгалтерии. И она хочет что-то другое. А что ей говорит муж? Так, у нас ипотека, так, родители говорят, куда ты, милая, вот бухгалтерия, это всегда при деньгах, и сиди, пожалуйста, здесь. А она рисует. Ты понимаешь, да? И вот вопросы, или же я всё-таки буду сейчас несчастной вот на этой работе, или же я дам себе возможности, да, зная свои границы, да, где-то проявить себя. И, может быть, это будет моя самая счастливая часть жизни, понимаешь? Дальше. То есть мы должны в речи это проговорить. Я хочу сейчас уйти с этой работы, я буду заниматься тем-то, 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 открою там мастерскую, там, буду заниматься детьми, там, взрослыми, рисовать, буду наслаждаться всем этим. Не важно, что сейчас мне скажут по этому поводу муж, не важно, что мне сейчас скажут по этому поводу родители, да. Дальше. При помощи правды о себе. То есть как бы вот мы должны быть сами с собой всегда честны. Потому что если ты не знаешь всю правду о себе, а это, кстати, вот на личной терапии очень как раз она вскрывается. Боже, я вот именно этого хотела. Я именно такой человек. Я осознаю все свои ресурсы, да, я вижу свои потенциалы. И меня так прёт от этого, от всего, понимаешь, да. Потому что это всё было завалено, должна, обязана. Не будешь этого делать. Какое я имею право на счастье, понимаешь, да. Вот это вот, как вот эти вот... И вдруг ты понимаешь, что это всё просто превращается в такую пыль, которую ты сдуваешь, и ты сияешь сама, как алмаз, да. Вот эта правда о себе, она так сразу же даёт тебе вот эти чёткие границы, да, когда ты абсолютно нормально себя чувствуешь в любом коллективе, на любом уровне, потому что ты знаешь, что ты вот тот самый алмаз, ты та самая личность. Тебе не нужно ни во что играть, ни во что изображать, ты сам по себе прекрасен. Дальше по поводу последовательности. То есть, например, ты сказал и ты сделал. Я сказала, что я сделаю то-то, 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 и буквально через определённое время я это делаю. Это опять-таки укрепление наших собственных границ. На уровне рабочим, на уровне семьи, на уровне дружеских отношений, да. А вот если ты сказал, но не сделал, и потом там каким-то образом, опять-таки чувство вины, неудовольствия, вот это всё в тебе растёт, и ты понимаешь, ну, в принципе, какая я личность. Ах, такая я и личность, да. Ну и при помощи установки эмоциональной дистанции. Если меня что-то, например, в этом человеке настораживает, а он звонит, он желает с тобой увидеться, он говорит, ну, девушка, ты чего этого? Я тут самый-то самый лучший кадр в твоей жизни. А тебе что-то настораживает, тебе не нравится, ты можешь эмоционально, да, выстроить вот эту самую границу, сказать, нет, вы не мой человек, я не хотела бы с вами встречаться, я не хочу продолжать наши с вами разговоры. То же самое с коллегами. Бывает такое, что ты, например, ну, не хочешь общаться с этим человеком. Так ты сразу же дай ему эмоциональный, да, ответ, ты дай ему понять о том, что я по каким-то причинам сейчас, и можешь назвать эти причины. Не желаю, да, чтобы наши с тобой отношения выходили на уровень, там, чай, кофе и посиделки какие-либо. Вот даже просто пример из практики, когда клиентка говорит о том, что, вы знаете, вот мне неприятно общаться со своей, там, коллегой, потому что у неё пахнет изо рта. Понимаете, да? Бывает такая беда. Поэтому она говорит, она как будто всё время пытается специально ко мне прийти и вот всё время мне о чём-то рассказывать, да, и я от неё всё, всё... Я говорю, а что вам мешает просто сказать? Она говорит, ну, я же могу обидеть этого человека, да. Но, тем не менее, или ты страдаешь, или ты обидишь, а ты попробуй найти такую форму, чтобы человек понял, да, и ваши отношения складывались именно так, как тебе нужно это. Потому что всё-таки мы говорим о твоём состоянии, да. Хорошо. Ну и, наверное, при помощи установления временных рамок общения, вот это чётко бывает, когда, ну, например, да, мы работаем там, да, здравствуйте, здравствуйте, у меня сейчас для вас есть только там 15 минут. Если можно, да, такие деловые рамки, если можно, вы за 15 минут расскажите, что бы вы хотели. Чтобы я не забирала ваше время, вы не забирали моё время. Потому что у меня есть такая, да, потребность. Ну, вот это очень хорошо. И мне кажется, что у нас такая цельная программа сегодня получилась. И, наверное, кроме того, что есть действительно доступные способы, как ты уже сказала, прочтения литературы, которой, слава богу, сейчас много. Эта литература хорошая, полезная, главное, не ошибиться в выборе, потому что уж очень велико разнообразие. Есть вариант обратиться к психологу, к специалисту. Есть вариант к опытному товарищу, в конце концов, обратиться. Я имею в виду из ближнего круга как раз, да, который мог бы, которому ты доверяешь, и который действительно не погружает тебя в ситуацию дискомфорта, то есть ты в нём уверен. То есть множество ситуаций на любом жизненном этапе, которые позволят человеку всё-таки ощутить свою цельность. Потому что вот это самое важное. Да, действительно так. Ну, ещё, Света, знаете, у нас сейчас ноябрь месяц на дворе, да, и сейчас тема такая очень актуальная. У нас тут будут праздники против насилия детей, против насилия женщин, да. Вы должны чётко понимать, что если люди нарушают ваши границы, психологические границы, да, и если вы позволяете им это делать систематически, то не за горами, ну да, не будем страшные картины рисовать, то рано или поздно это может вылиться и в физическое насилие. Поэтому вот я бы в этой программе, да, программа, которая называется «Мои личные границы», хотела бы дать номер телефона, рабочий номер телефона, телефона доверия для детей и подростков. Там работают профессиональные психологи. Это абсолютно бесплатно. Когда можете позвонить и, начиная от того рассказать о том, что, например, какое-то случилось там неприятное событие в вашей жизни или ещё что-то, да, до ситуации, если, например, происходит психологическое или физическое насилие. Вот когда Надежда говорит, что проверенный рабочий, работающий телефон, она проверила. Да, я позвонила, проверила и проговорила. Записывайте 33-22-33. Этот телефон доверия для детей и подростков. Это департамент социального развития Кировской области. Всё официально 33-22-33. Ну что, спасибо. Спасибо слушателям. Спасибо нам с тобой, что мы сегодня здесь собрались. Мы говорили о границах нашей личности. Надежда Бушмелева, психолог. Да, и Светлана Занько, главный редактор радиостанции. Всего доброго. Спасибо.